приветствую всех на канале у меня есть на ремонте iphone 7 он при прошивке выдает ошибку 6 в режим дефил он не заходит я захожу через форс дфу как зайти на форс дфу на семерке скажу значит берем пинцет что-то там определился давайте посмотрим 3 tools видите ничего нету отключаем питание от телефона от платы вставляем кабель добираемся до вот этой точки между камерой и вот который шлейфик защелкивается коаксальный сейчас построю чтоб видно было вот далее зачищаем место вот этот первый конденсатор который находится рядом с гильзой который вкручивается замыкаем вот этот вот контакт и замыкаем на крайнюю точку этого конденсатора слышим до компьютером определилась теперь закрываем питание можем посмотреть что мы имеем мы имеем телефончик в дефол то есть для дальше мы передергиваем разъем и заново вставляем дальше можно прошивать но после прошивки меня выдал ошибку 6 сейчас я покажу лог так лог лог так ставим по дате 20 число последний лог 164 лог он мне выдал ошибку номер 6 вот она ошибка номер 6 вот значит что по шестой ошибке по шестой ошибке почему я пришел к выводу что нужно сделать рибол нанда по питанием процессора я все питание проверил все приходит 9 0 9 вольт а один вольт на фд рамку приходит 1811 приходит в общем все питание которые должны присутствовать на процессоре они сюда приходят вот на нант 3 вольта приходит 1 и 8 приходит внешне плата без каких-либо дефектов не видно на ней ничего чтобы что-то могло вызвать подозрение плата потребляет при включении давайте вам покажу что тоже была полная картинка этого видео плата потребляет 150 миллиампер дисплеем ну и висит на яблоке вот такое потребление при старте является яблоко все дальше 150 он не потребляет то есть 150 149 это его максимум предел он не ребутится через какое-то время у него яблоко потухнет и заново включится значки предположения что это нант ну и второе предположение что это аудио кодек так как без аудио кодека телефончики вот висят в таком же состоянии но если бы это было аудио кодек у него было бы потребление не 135 порядка там 60-80 тут у нас 130 140 даже поэтому начнем с надо хотя аудио кодек поменять проще вот поэтому логичнее конечно проект про не то что логичнее проще поменять аудио кодек но по факту 99 процентов что это все-таки именно нант проблема по нанду зачищаем тоненьким предметиком поток на 200 а а а а и а а и и поток точнее на всю а температура у меня 220 сейчас выставлено 218 то есть тут плюс-минус не сильно важно когда вы ставите там 220 218 230 230 конечно наговато уже при маленьких температурах там 10 20 градусов они не играют сильно роли просто лишний раз будет обжигать руку те же самые там поднятия до 20 градусов значит по семерке нужно хорошо вычистить эту часть особенно вот там где маленькие компоненты с этой стороны чтоб они не отвалились так как они все участвуют здесь если на шестерке не хватало там резисторов и это как бы прощалась без проблем то тут такого делать не стоит потому что есть некоторые конденсаторы включены в цепь параллельно поэтому они важны в работе без них вы получите какую-нибудь ошибку 40 14 а и и Тут очищаем лучше подольше потратить время, но чистить аккуратненько, потом и дна проще будет установить и как бы снимется всё ровненько. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот тут вот поаккуратненько, ближе к кодеку, тут надо быть предельно внимательным для очистки, можно даже повысить температуру, давайте сделаем 230. Прохожу сначала вдоль железную металлическую вот этой штуку, потом по внутренней части нанда. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На саму плату не надавливаем, то есть вот этим стержнем, которым чистим, давление вообще никакого не делаем, чтоб не проторапать плату, плата на семерках тоненькая, маска имею ввиду, маску можно повредить. Так, ну и зачищаем вот здесь. Снимаем как бы в несколько раз, в несколько продвижений. С одного раза будем делать, у нас получается вот именно горка цепляется и начинает отрывать кондеры. горка цепляется, поэтому стараемся в несколько раз все почистить. Т pl 그런 праздники. ТрCloud. Все. Поб State. Трельние. Продолжение следует... 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 также сильно не давим на плату на эту чтобы не было никаких перегибов когда будет она начнет нагреваться у нас сюда размещаем для проще чтобы снять берем каптоновый скотч наклеиваем его таким вот образом возле нанда все также можем разместить скотч с этой стороны ну здесь будет держать этот прижимной механизм вот так вот его расположим все в принципе этого достаточно приступаем к нагреву на фене у меня сейчас будет выставлено 290 и греем нант вот в эту сторону прогреваем его весь заводим немножко и пытаемся его как бы не нужно его вот так вот туда прощелкивать продавливать тем самым вы получаете рвете какие-то там дорожки пятачки в общем не проталкивается его просто достаточно того что мы его взяли на изгиб чистим плату подогрев можем выключить либо убрать на ноль добавляем флюс что-то 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 По семерке мне комфортнее работать именно 115 ручкой и сжалый топорик. Сейчас покажу почему. Видите, это более четко можно и подлезть, он меньше и вот прям четко слазится. Ну как бы он поострее и ему не требуется в принципе ничего, чтобы чистить это все. Короче им комфортнее работать, не знаю как кому, но мне комфортно. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 335, кстати, на паяльнике, если кому-то интересно... 335, вообще я им паяю обычно на 305-310 градусов, типа эконом-режим. Жало не перегревается, и с температурой он почти везде справляется. Это я просто температуру еще с прошлого ремонта не убрал. Разъемы какие-то менял. Так, чистим все это добро. Сейчас ради еще эксперимента мы сделаем копию... как его... Нанда. Разблокируем Wi-Fi, раз уж мы разобрали этот телефончик. Может кому-то в жизни пригодится. Мало ли, Wi-Fi сдохнет. Вот. Вот так что... Делаем как бы все сразу. Все, плату подготовили. Убираем сторонку. Переходим к нанду. Точнее, PCI, ну и короче, как сложилось, так и называем NAND. По факту это PCI. Видите, с такого метода половина пятачков остались даже с припоем. Не порвало их, нигде ничего не оторвало. И сам этот NAND чистый. Нигде ничего оторвало. А когда проталкиваете лезвие, то тогда больше проблем. Вот особенно я помню в свое время, когда только начинали проталкивались на эти... На iPhone 5. И там часто рвало маску. Вот. Часто рвало маску. И при этом страдала не только маска. Еще и могли другие там последствия попасть, когда попадали под пятачок. И его отрывало. То есть приходилось восстанавливать. Так, все вот это у нас не потребуется. Небольшой порядочек. Наводим и делаем этот. Накатываем NAND. Накатываем NAND. Накатываем NAND. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Короче, если флюса много, жидковато То такая фишка не прокатит Придется с трафаретом нагревать Не люблю именно нагревать с трафаретом Тем более NAND Когда он и так Без проблем накатывается Именно со снятием Ну тут без вариантов Жидковат Фен 235 Поток Где-то на пятерочке Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Добро Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Разница в шариках очень большая получилась Поэтому лучше убрать Либо перекатать Перекатать неохота Все так и оставляем Не формируем дальше никуда Как есть так и оставляем Счищаем все это Так получается площадка ровненько и как бы проблем не возникнет именно Короче Ровненько станет Все будет хорошо Так Вспоминаем где у нас Ключик Смятый Смятый Все мне полезу Посмотрю на доноре Так Точка внизу Хочу еще Снять Блокировочку Добыл Почти уже Ставил На установку Пока поставим температуру На подогреве И давайте разблокируем его Единственный нюанс Я уже накатал Накатал его Поэтому я буду пальцем придерживать Чтобы Джейсишка Сработала Так Новое обновление Пока не будем Пропустим Что-то Зачистили Обновлять Нажимаем Нант Сообщение Не закрываем Ненужное Убираем Comport 5 В моем Варианте Прижму Нант Поделилось Нажимаем Now Сначала Openport Так Все видите iPhone 7 Бла-бла-бла-бла Нажимаем Вот это Backup Не выбрал По какому серийнику Выбираем Вот серийный номер Копировать Нажимаем Backup Вставляем его сюда Пишем Пишем Что это Седьмой iPhone Блин Еще раз Седьмой Как не вовремя Все бьются Так iPhone 7 Идет Сохранение Все Сохранили Нажимаем Wi-Fi Разблокировку Ищем Где он Где-то тут был Так Так Вот PCI Unlock Wi-Fi Нажимаем его Молчит Еще раз Определить Wi-Fi Lock Разблокировать Что они Либо убрали Это Так iPhone iPhone 7 Все верно Wi-Fi Заблокированный Так Ничего не срабатывает Так Я тут Руками Придержил Нант Он у меня Отвалился Контакт Имею ввиду Сейчас я его Попробую Закрыть О Есть Получился Еще раз Открываем Refrash Open Порт Ждем Прогрузку Есть Определился Нажимаем Информацию Пишет Что Wi-Fi Заблокирован Так Там Плохо Видно Будет Наверное Вот так Вот Не знаю Раньше Нажимал Вся Lock Wi-Fi И Как бы Это Все Работало Сейчас Какую-то Билиберду Пишет Что Это Он Пишет Был Восстановлен В общем Пишет Что Восстановлен Но По факту Wi-Fi Is Locked Заблокирован Ставить Заблокирован Так Так В чем Проблема Это Это Что-то Непонятное я там смотрел для чего все это вот это вот они напридумывали для нового программатора и для считывать вот отсюда прям данные с телефона для записи на большую память но нам это не нужно так у нас 1845 15 минут на все про все осталось всем закрываемся сейчас еще раз пробуем это что-то инициализация что-то переписалась вай-фай короче не хочет разблокироваться функции о ребят получилось вай-фай он лог не знаю чё как тут получилось так короче что-то тут нажмал если чего видосик отмотаете посмотрите я потом буду разбираться с донорами мне неохота с клеевским телефоном долго мучиться короче разблокироваться да и хорошо отлично ставим наш писяль на место так осталось еще это грязь того раза сейчас уберем на самом этом шприце так сейчас я подключу зарядку в камере иначе выключится все пошли короче устанавливаем на плату и проверяем ставить можем уже на меньше температуре 275 выставил можем оставить 290 тут уже не принципиально сопла на фене взял уже широкая почти что на всю вот площадь нанда все шатаем немножко видим что все на месте отключаем подогрев даем ему небольшой промежуток времени остыть снимаем с подогрева иначе так это будет долго и 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 так ну что давайте проверять в принципе попробуем давайте на и power посмотрим на состояние потребления в какую-то сторону поменялось в какую не поменялось включаем скачок до 170 260 и пошло пошло но подсветки нету отключу меня коннектор значит на дисплей не попал дисплейчик этот донорский для проверок разъем надо поменять включаем логотип появился ну и мы видим что появилось потребление до 1 ампера то есть яблоко начало загружаться упала до 100 с копейками так все включился видим что аппарат стартанул сенсор нажимается все работает но осталось только собрать все на этом видео заканчиваем кто не подписался подписываемся кому было полезно ставьте пальцы вверх и вообще ставьте пальцы вверх пальцы вниз поставить телефон запустили все всем пока до новых видео